МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Информационная программа «Республика» с главными событиями дня. Вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пырычкина. Смотрите сегодня. Дорогие дороги. На заседании Кабинета министров говорили о работе профильного ведомства за прошлый год. Выбор сделан. В Чувашии подвели итоги предварительного внутрипартийного голосования. Всех посчитают, всех перепишут. Республика готовится к сельхозперписи 2016. Аварий на дорогах республики, как и пострадавших в них, стало меньше. А вот состояние дорог и мостов по-прежнему оставляет желать лучшего. На заседании правительства министр транспорта отчитался о работе ведомства за прошлый год. Жители на дорогах республики в 2015 году в сравнении с 2014 погибло меньше на 15%. Пострадавших тоже меньше. Сократилось и количество самих ДТП. Судя по результатам, дороже жизни и здоровье водителям собственный кошелек. Аварий стало меньше там, где заработали комплексы фото- и видеофиксации. В 2015 году было обеспечено функционирование 117 комплексов. В течение прошлого года собственниками транспортных средств отправлено 372 тысячи постановлений. Это рост на 16,7% по отношению к 2014 году. Из опасности дорожного движения и средства выделяем, и меры принимаем по взысковым мастерии, по выписанным штрафам, постановлениям, какой процент и прогноз по этому году, какой у нас получается. Здесь у нас миллионов рублей собрали. В целом, получается, мы эту работу пока в этом 16-м году также продолжаем эффективно. Процент какой составляют? Выписали предписание, протоколы выписали? Процент 77% составляет. А остальные где зависают? Остальные в судебных процессах. Если там у нас есть люди, которые вообще ни разу за выписанные штрафы не заплатили, это безнаказанность приводит к дополнительным нарушениям. Отчитался министр о работе воздушного и наземного транспорта. В 2015-м республика продолжила развивать межрегиональные авиаперевозки. Начались работы по подготовке территории к строительству высокоскоростной магистрали Москва-Казань. Идет приход пассажирского транспорта на газомоторное топливо. К 18-ти уже курсирующим закупили еще 23 автобуса. На этом хорошие новости закончились. Речь зашла о состоянии дорог. В настоящее время в территории республики доля дорог, не отвечающая нормативным требованиям, составляет на республиканской сети 62%, на местной сети 66%. Основной причиной несоответствия в состоянии дорог и мостовых сооружений требований является накопленный годами недоремонт. Данные проблемы прежде всего связаны с тем, что основная сеть автомобильных дорог была сформирована в 80-е годы, а мостовые сооружения были построены в 60-е и 70-е годы прошлого столетия. За прошедшие десятилетия они полностью выработали свой инспекционный ресурс, и в настоящее время и дороги, и мосты требуют реконструкции или капитального ремонта. Реконструкции и ремонт идут. Так, за прошлый год обновили 190 километров дорог, построили 30 километров нового полотна. Однако в нужном объеме самостоятельно это бремя. Республика не в состоянии потянуть. По словам министра, капитального ремонта требует 15 мостов. Четыре из них крупных, в основном через Суру. На ремонт только одного из них, в Порецком, требуется более полутора миллиардов рублей. На него в ведомстве рассчитывают получить федеральные средства. Помимо дорог, говорили на заседании правительства о ремонте спортивных залов в сельских школах, на это уже направили более 95 миллионов рублей. Более 141 миллиона распределили на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям на производство молока. Ольга Пырычкина, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика. Михаил Игнатьев провел очередной прием граждан по личным вопросам о том, что волнует жителей республики и какие проблемы удастся решить в короткие сроки, а на что потребуется время. В нашем репортаже. Личные приемы граждан глава Чувашия проводит регулярно. О насущных проблемах с Михаилом Игнатьевым поговорили 4 человека. Чебоксарец Григорий Ефремов от имени Домового совета пришел просить о помощи в обустройстве детской дворовой площадки и парковочных мест для автомобилей. Мы свои обещания по обустройству дворовых территорий выполняли и будем выполнять, ответил Михаил Игнатьев. По той информации, которой я владею, по действующей программе развития транспортной системы города Чебоксары, соответственно, у вас там подъездные бути будут отремонтированы, потом и тротуарчик будет отремонтирован. И кроме этого детская площадка примерно на сумму 300 тысяч рублей будет выделена. Жительница частного дома в Цивильске многодетная мать Олеся Кузьмина обратилась к главе с просьбой о помощи в проведении газа в микрорайон Южный-1. Районные начальники мне написали письменный ответ о том, что мы планируем провести газификацию низкого давления в 2016-2017 годах. Мы возьмем этот образ для работы. Конечно, железно я не могу обречать, что там в сентябре мы все это сделаем, но к Новому году постараемся. Уже в этом году разрешится и проблема жителей села Сыреси Порецкого района Сергея Лоскутова. Его семья из пяти человек получит социальную выплату на строительство жилого дома в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года». Вопрос Евгения Дмитриева из села Янтиково о необходимости ремонта участка автодороги Аниш-Нюшкасы, проходящего через улицу Ленина, оказался долгосрочным – порядка трех лет. Результаты встречи главы Чуваши говорят сами за себя. Так, в прошлом году завершено долгожданное строительство ФАП в деревне Шеркасы Маргаушского района. Проведено электроснабжение по улице Солнечная в деревне Табанара Цивильского района. А семья Райскиных из шести человек переселилась из аварийного жилья в благоустроенную квартиру. Это далеко не полный перечень решенных вопросов. То, что люди приходят, когда есть реальная возможность оказать им содействие, и мы оказываем по факту, по содержательной части тех вопросов. И они, конечно, рады и счастливы. Я много получаю обратные связи с высказыванием слова благодарности. Это радует. Вопросы о землепользовании обсудили на расширенном заседании коллегии Общественного совета при госкому имуществе Чувашии. К разговору пригласили представители органов местного самоуправления и молодежного правительства республики. 55% земельного фонда Чувашии – земли сельскохозяйственного назначения. Чем эффективнее они используются, тем больше объемы производства продукции. Кроме этого, это еще и хороший ресурс для пополнения доходной части бюджетов. К сожалению, проверки показывают, что на территориях, предназначенных для ведения сельского хозяйства, нередко появляются непрофильные объекты. Для того, чтобы их легализовать, а заодно и привести в соответствие налоговые платежи, был введен льготный период для возможного перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий. В выездных проверках госкому имуществу Чувашии и органов местного самоуправления принимают активное участие представители СМИ и общественности. В региональном штабе по проведению предварительного голосования партии «Единая Россия» подвели итоги. Напомню, 22 мая жители республики выбирали тех, кого считают наиболее достойными стать кандидатами в депутаты Госдумы и Госсовета Чувашии. За право быть выдвинутым в Государственную Думу от партии «Единая Россия» в республике на предстоящих осенью выборах боролись 30 человек. Явка на предварительное голосование в Чувашии одна из самых высоких по Приволжскому федеральному округу и в целом по стране и составила более 20%. Предварительное голосование в депутаты Государственной Думы по федеральному округу. Лидер рейтинга у нас Аршинова Алена Игоревна – 74,79%. По Канажскому одномандатному избирательному округу предварительного голосования в Госдуму лидером рейтинга стал Николай Владимирович Малов – 63,83%. Ну, почти 64%, Николай Владимирович. И рейтингом по Чебоксарскому одномандатному избирательному округу номер 38 рейтинг возглавил Леонид Ильич Черкесов с результатом 83,32%. Наиболее острая борьба развернулась в Канажском округе между секретарем регионального отделения «Единая Россия» Николаем Маловым и министром здравоохранения Чуваши Аллой Самойловой. Но у Чебоксарски она победила Малова, но в остальных городах и районах уступила. Сегодня глава «Единороссов» отметил, что приятно удивлен активностью избирателей. Эта поддержка дает право кандидатам подвигаться в Государственную Думу. Готовы конкретными делами заниматься, заслуживая авторитет жителей Чувашии. Ну и самое главное, конечно, я хотел бы лично от себя, от регионального отделения партии «Единая Россия», от своих коллег поблагодарить всех жителей республики, всех тех, кто проявлял интерес с самого первого дня предварительного голосования, всех тех, кто пришел, несмотря на выходной день. Понимаю, что люди оценивали результаты работы, которая уже была проделана, и дают кредит доверия. Праймерис открыл новые имена. Все они будут привлечены к работе и включены в кадровый резерв. На пресс-конференции поблагодарили всех, кто участвовал в подготовке и проведении предварительного голосования. Я хочу выразить слова благодарности, признательности всем жителям, избирателям нашей республики, которые поддержали меня и моих коллег в этой предвыборной кампании при проведении праймерис. Здесь действительно была проведена огромная работа, и очень большая явка была наших избирателей. Глава города Чебоксары Леонид Черкесов отметил, что во время подготовки к предварительному голосованию было высказано множество пожеланий от жителей республики. Из них будет формироваться будущая программа депутатов. Татьяна Молкова, Андрей Спиридонов, Республика. 1 июля по всей России стартует сельскохозяйственная перепись. Подготовку к всероссийскому сбору данных обсудили на совещании, которое провел председатель кабинета министров Иван Моторин. В Чувашии ситуацию в сельском хозяйстве будут анализировать более 700 человек. По информации Минсельхоза Чувашии в список для переписного районирования включены около 263 тысяч объектов. Будут переписаны 436 сельхозорганизаций, более 3,5 тысяч фермерских хозяйств, более 200 тысяч личных подворий и 746 садоводческих кооперативов. Наибольшее количество объектов зарегистрировано в Чебоксарском районе свыше 24 тысяч, наименьшее в Шамуршинском районе более 6 тысяч. Особое внимание было обращено на земли ликвидированных сельхозорганизаций и фермерских хозяйств. В режиме видеоконференции выясняли, знают ли муниципалитеты, кому принадлежат заброшенные земли, кто оформляет права на них и будут ли эти земли использоваться в будущем. В ходе подготовки к переписи выяснилось, что в числе ликвидированных в республике числятся почти полторы тысяч организаций. Сейчас переписчики проходят обучение, чтобы с 1 июля начать вплотную фиксировать состояние сельского хозяйства Чувашия. В этом году российские школы сами назначали дату последнего звонка. Это связано с расписанием экзаменов. Кто-то выбрал 23 и 24 мая. Где-то решили не нарушать многолетнюю традицию. Последний звонок для 11-ти классников в 5-й гимназии Чебоксар прозвенел сегодня. Ярко-бордовые жилеты и золотистые эмплемы. Выпускников гимназии видно за версту. Прощаясь со школой, они знают, что здесь их никогда не забудут. Любимые учителя дадут верный совет, а школьные друзья останутся друзьями и во взрослой жизни. И тем не менее, в этот солнечный день отчего-то становится грустно. Я не очень хочу расставаться со своими родными учителями, которые стали для меня настоящими друзьями. Но я понимаю то, что все не стоит на месте и нужно продолжать жить дальше. И поэтому сейчас для меня главное достойно выступить на последнем звонке это раз, ведь мы к нему так долго готовились. И во-вторых, для меня очень важно хорошо сдать предстоящие экзамены и поступить в ВУЗ, который я хочу. Провожать учеников во взрослую жизнь труднее всего классным руководителям. Именно они наблюдали за взлетами и падениями любимых воспитанников. Ругая детей за плохое поведение, они удивлялись и хитрости, и ловкости. Ставя плохую оценку, переживали сильнее самих учеников. Кто-то оставляет шрам в душе, а кто-то саму душу забирает. Вы часть моей души, вы часть меня. Поздравил родителей, учеников и учителей с праздником и глава республики Михаил Игнатьев. У каждого человека есть стремление стать лучше, чем свои родители. У каждого есть свое родословие. И каждый человек, который правильно воспитан, имеет духовно-нравственную основу, он никогда не хочет позориться, потому что любит учителей, любит своих родителей. Пятая гимназия – это хороший трамплин для дальнейшей жизни. В семь лет гимназистов учили принимать правильные решения, отстаивать свою позицию и справляться с нелегкими задачами. Как применят эти знания на практике вчерашние гимназисты, покажет время. Дарина Игнатьева, Татьяна Раевская, Олег Якимов, «Республика». Быстро, вкусно, недорого, не скучно. Таков девиз книги «Вкусно» известного журналиста, продюсера и писателя Ольги Лаптевой, презентация которой состоялась в рамках 9-го международного чебоксарского кинофестиваля. «Вкусно» – авторский кулинарный проект, в котором представлена новая увлекательная концепция еды. Блюда осетинской, татарской, французской, еврейской кухни, семейные рецепты – это только часть книги. Здесь есть блок уникальной домашней кухни, сладкие истории, рецепты для детей, опробированные на четырех поколениях. И если дети не едят, то вот из этих рецептов заказ на столе каждое утро в обязательном порядке. Для женщин, которые не очень довольны своим весом, а мы знаем, что мужчины в любом состоянии довольны своим весом и внешним видом, а у женщин, как правило, есть комплекс Твиги, здесь придуманы и отработаны, и, в общем-то, опробованы в том числе роскошные диеты. В этом году Ольга начинает работу над новой книгой о национальной чувашской кухне, которая ее очень увлекла. Я вот в чувашской кухне не могу разобраться, потому что идешь, и как бы тебе хочется, ну, по привычке, ловишь акцент. Здесь нет акцента. Это необычное сочетание, оно для меня манкое. Это как загадка. Оно постоянно притягивает, и постоянно тебе задает вот какой-то новый ребус. И ты идешь, и во вкусе пытаешься вот это вот все «почему так?». Потом все это сочетание потрошков, вот этого ливера, вот этого вот всего тоже интересного. Потом, у вас такие пельмени, они же заплетены в косы, пельмешки с бараниной, они все выкручены вот в эти косы. И когда ты держишь, это вообще уже художественная композиция, да, и это вкусно. Помимо кулинарии, Ольга снимает документальное кино. Фильм «Шесть дней» уже представлен в этом году на Чебоксарском международном кинофестивале. Сейчас в производстве еще два. Ольга не стала раскрывать полный замысел, но рассказывать они будут о культуре и душе чувашского народа. Я очень люблю чебоксары и людей. Чуваши готовы быть полезны и благодарны за хорошее взаимоотношение, диалоговое и партнерское. Поэтому, мне кажется, когда вот на этой земле про это мы здесь вот снимем, это будет работать именно здесь очень хорошо и долго. Оксана Очкасова, Олег Якимов, Республика. Команда Чуваши заняла третье место в общем зачете спортивно-туристического лагеря «Туриада-2016», который завершился в Саратовской области. В нынешнем году на «Туриаду» съехались почти 700 участников из всех регионов ПФО. Это победители региональных слетов и студенты, которые учатся по специальностям, связанным с туризмом. В рамках программы лагеря состоялось первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму. Соревнования проходили в трех основных дисциплинах – пешеходной, водной и велосипедной дистанции. Туристы соревновались в видеоконкурсе «Люблю тебя при Волжье», конкурсе по разработке межрегиональных туристических маршрутов, в презентации «Бардовской песни». Команда «Чуваши» в итоге стала третьей. Второе место завоевали представители Саратовской области. А победила в «Туриаде» команда «Башкортостана». Победители призера «Туриады-2016» примут участие в единственном общероссийском фестивале молодежного туризма в городе Сочи. Это все новости среды. Я Ольга Пырычкина с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова